Рядом со мной присутствует Михаил Анатольевич Шундаков. Я думаю, человек очень известный, и представлять его, наверное, много слов я не буду. И сразу, если позвольте, перейду к вопросам. Скажите, что происходит на ваше мнение сейчас в стране, и каковы все-таки будут из него, что называется, дальнейшие действия? В частности, как со стороны людей, которым не безразлична судьба России, ну и, может быть, вы предвидите какие-то шаги властей в будущем? К чему это все будет? В будущем? Ну, наши власти, я считаю, не самостоятельны совершенно. Они действуют, путинская оккупационная администрация действует по единому замыслу мирового сионистского правительства. Поэтому коронавирус – это вирус мирового масштаба. Не так, как у нас говорят, что это Путина вирус, что он хочет под шумок даже закрутить еще гайки. Ну, все подобное. Он такая же марионетка, как все эти Трампы, Меркели и прочие. Шушеров, так называемые П-резиденты. То есть, это ставленники мирового сионизма. Они выполняют единый замысел своего хозяина. Хозяин решил запустить по всему земному шару вот этот вирус. И не такой он уж страшный, как нам рассказывают. Потому что совсем недавно мы проходили смертельный птичий гриф. Нам говорили, что вымерет пол земного шара. Ничего не случилось. До этого был свиной гриф, страшнейший. Вы все сдохнете. Ничего не случилось. Эбола. Был такой какой-то вирус Эбола. Тоже страшнейший. Вот так нас каждый год запугивают какой-то. Чтобы мы, во-первых, боялись, трепетали, не собирались в кучу. Больше трех не собираться. Под это нам давайте строгая дисциплина. Слушайте власти, не нарушайте ничего. Что власть говорит. Вот так нас запугивают этими вирусами постоянными. И это тоже все не придумка вот этих кремлевских ставленников. Я вас пробью. Знаете, есть такое мнение, причем оно будет исходить из вашего сказанного. Вполне стыкуется о том, что те, кто в мировом значении пытались сыграть на таком понятии, как глобализация, вдруг стали понимать, что это идет немного в тупик. И теперь, говорит, пытаются обкатать такую ситуацию, как опять разделить всех, зажать по норам. Смотря какой размер этой норы. Вот мы сейчас в норе на 15 миллионов. И нас весь специально сюда собрали. И специально нас заманивают сюда. Всю страну сюда заманивают. Вот смотрите, как в Москве хорошо. Как она развивается. Какая здесь инфраструктура. Смотрите, как транспорт ходит. Приезжайте, селитесь в любом месте, в любом подвале, в любой подворотне. Ищите работу в любом районе. Вас стремительно любой вид транспорта туда донесет. Все в Москву. А ведь это большой концлагерь, специально создан. И вот сейчас этот концлагерь перекроет, объявит все ввиду коронавируса. Выезды, как вот только что рассказывал, да, Сергей Алексеевич, в Астане. Это же все один замысел. Все. Какая разница там. Назарбаев такой же. Вы как человека военного скажите, это не развязывает ли руки любому правительству, хоть нашей стране, хоть другому, установить, я бы ее назвал так, демократический фашизм или фашистскую демократию, как угодно. Им развязывает, а нам завязывает. Все. Ладить дисциплины, чтобы вирус не распространялся. Они имеют право нас крутить, винтить, сажать, как в Европе пошло. И до нас это тоже дойдет. Тогда прямой вопрос. Что бы вы посоветовали, как надо себя общество вести или хотя бы активно? Общество должно активно противодействовать. Ну, по примеру, как предложено единой оппозиции, активный бойкот, вот этих поправок. Ну, так должно быть у нас активное противодействие любым приснутым действиям нашего оккупационного режима путинского. Вчера в обсуждении после выступления Путина многие эксперты сошлись в мнении в том, что самой главной проблемой в этих поправках, самый камень преткновения всего лишь одна. Вы знаете, какая? Это продолжение Путина баллотироваться еще. Да, но он, по-моему, об этом не говорил, не упоминал в своем обращении. Я в слове поправки имею в виду. Ну, это да, так считается. Ваше мнение? Ну, я не могу возразить, просто что меня напрягает. Было объявлено, что принимается 209 поправок. Вот сейчас буквально в метро раздают бесплатные брошюрки, выпущенные газетой «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», где подробно, красиво расписано, ну, десятка-два поправок, где там всякие известные люди, артисты рассказывают, как хороша вот именно эта поправка. Но там я просто бегло пролистал, и у меня она валяется в сумке, все, не дошли руки. Пролистал быстро, там десятка-два, может, три освещено поправок. А где остальные сто семьдесят девять? Да, а голосовать надо... А голосовать надо скобом, все, за 209, и все. Давайте смоделируем сами такую ситуацию, что когда бы это ни произошло, поправки прошли, поправки приняты, так? Как вы думаете, власти размяжутся, руки у властей против того, что может быть окончательно любой оппозиции, что называется? Потому что там неожиданно окажутся вот такие поправки, которых мы не слышали и не видели, а нам будут тыкать в любых судах и все остальное. А вот, смотрите, вот народ проголосовал недавно вот за такую поправочку. По ней вы сейчас вообще преступник, самый последний в этой стране. Все, у нас перед фактом будут ставить. Народ все принял, все одобрено. Как думаете, последний вопрос такой, насколько долго может затянуться вот эта, я даже не знаю, коронавирусная, так сказать, эпопрея? Ну, пока есть предположение, что она до осени будет затянута. А там-то я не могу предположить. Я понимаю, и так же... Сколько потребуется властям для того, чтобы выполнить все свои гнусные замыслы, настолько они будут растягивать, лавировать. Единственное, будет, скорее всего, маленький перерывчик на победа местная 9 мая. Нужно нас убедить, что то, что у нас в стране все плохо и не так, это не главное. Главное, что наши деды победили 75 лет назад. Все. Ну, просто других побед пока. Других побед нет и не предвидится. Значит, мы должны гордиться победой наших дедов. Все. Даже в Конституцию это пробьют. И если представить такую ситуацию, что на самом деле, как вы говорите, это будет до осени, что должны сделать представители любых оппозиций, на что делать упор и посвятить работу? Помимо интернета, я понимаю... Первый пункт – это полное единение всей оппозиции. Не взирая на свое там мировоззрение, на флаги, на какие-то логотипы, эмблемы, речевки, лозунги. Мы все должны объединиться в одном стремлении ликвидировать оккупационный путинский режим. А потом мы уже разберемся, у кого лучше, у кого чуть-чуть похуже. У кого-то, может, оно одинаково, просто слова местами перестали. Может, где-то амбиции лишние у вождей. Так мы этих вождей объясним им, что мы выполняем общее дело. Мы работаем на страну, а не на одного кого-то вождя, чтобы он свои личные амбиции реализовал. Я вас понял хорошо. Спасибо. Это было мнение Михаила Анатольевича Шундакова, который, так сказать, призвал всех объединяться, сплотиться и перестать, наверное, рассказать. Но после сплочения должны быть активные действия. Народ нас критикует в том же интернете, что мы только болтаем и кулаками машем на митингах, долой и все прочее. Я много лет говорю, что есть эффективные способы борьбы, придуманные нашими дедами, стачки, забастовки, неподчинения власти. Не надо лезть на баррикады, не надо пробивать там Кремлёвскую стену какими-то приборами. Не подчиниться. Не вышел рабочий класс, трудовой народ на работу, едино. И жизнь остановится. В Москве она остановится сразу. Вот не выйдет на работу работники метрополитена. Все, Москва вымрет в этот же день. Редактор субтитров А.Семкин